Привет, я Маша, а это прочитанное за лето. Предстаю перед вами в новом Аплуа в образе осенней нимфы. Мне просто что-то захотелось в себе поменять. Ну и плюс ко всему меня вдохновило одно произведение на перемены, об этом поговорим позже. Если что, не волнуйтесь, это все смоется, все в порядке, я вернусь в свой прежний вид. Но почему бы и не поэкспериментировать? Помимо изменений во внешности, у меня произошли изменения в кадре, конкретно это отсутствие освещения. Дело в том, что когда я возвращалась домой из Москвы, до меня решили докопаться, и мой штатив не прошел по габаритам, и я вынуждена была его оставить в камере хранения Шереметьево. Его оттуда уже забрали, и скоро ему предстоит большой путь почты России или с ДЭКом, посмотрим как это будет. Но в общем-то я еще не скоро с ним увижусь. А этот штатив как раз-таки служил подставкой под мое кольцевое освещение. По-другому выстроить кадр я, к сожалению, никак не могу. Передо мной кровать это сделать вообще невозможно, поэтому давайте пока что так и скорее перейдем к книгам. Да, чуть не забыла, поздравляю вас с началом учебного года, не знаю, радоваться или плакать. Я склоняюсь ко второму варианту больше. Ну да ладно, давайте не будем расстраиваться, время идет, к сожалению или к счастью, очень быстро, так что мы глазом не успеем моргнуть, а там уже и Новый год праздновать надо будет. Справа от меня стоит стопочка книг, которые я читала этим летом. Сразу же скажу, что я не налегала на чтение, потому что особо не хотелось. Я отдыхала, видимо, от всей информации, даже которую получала в книгах. Поэтому мое прочитанное не суперогромное, но сегодня я о нем расскажу вам, постараюсь рассказать максимально подробно, чтобы вы присмотрели для себя какую-нибудь книгу. Да, еще одно маленькое отступление. Я приболела, поэтому у меня может измениться голос, я немножко говорю в нос. Чувствую я себя более-менее, конечно, поэтому и села снимать, но на всякий случай я должна была предупредить. Рассказывать о книгах я буду не в той очередности, в которой я читала их летом, а просто как они у меня здесь лежат, я думаю, не особо имеет значение. Очередность, главное содержание. Итак, первая прочитанная мною книга — это Дафна Дюмарье, ее сборник рассказов птицы и другие истории. С ней у меня есть небольшая история, которую я рассказывала в своих последних книжных покупках. Здесь я повторяться не буду. Эта книга БУ покупала ее на Авито за 50 рублей, поэтому она в таком потрепанном состоянии. Здесь находится семь потрясающих рассказов, которые написала Дафна Дюмарье. И я могу сказать сразу же, какие мне очень-очень сильно запали в душу. Мне очень понравились «Монте-Верета», «Птицы» и «Яблоня». Вот как раз-таки первые три истории Дафна Дюмарье пишет потрясающе. Ее описание — это нечто невероятное. Я очень люблю ее как писательницу, все вы об этом знаете. И оттого приятнее мне было знакомиться с данной книгой. Не знаю, что тут стоит рассказывать. Каждая история заслуживает вашего внимания. Какая-то очень короткая, какая-то более длинная. Но я хотела бы зачитать один фрагмент, который мне очень сильно понравился. Это из истории «Маленький фотограф». Кстати, тоже очень-очень классная. Первую, по-моему, я прочитала именно ее. Меня поразило то, как точно и как сладко Дафна Дюмарье описала цвет лака для ногтей. В нем виделся блеск пиона, который еще не совсем распустился навстречу утреннему солнцу. Он еще в бутоне и покрыт капельками утренней росы. Прохладный и тугой, он глядит на пышную зелень лужайки с высоты бордюра на террасе. И раскроет свои нежные лепестки только под лучами полуденного солнца. Да, этот оттенок именно то, что нужно. Звучит потрясающе. Ну, очень красиво описано. Мне это безумно понравилось. И еще какие-то моменты из различных историй также были очень-очень красивы. Горячо советую теперь и я вам эту книгу, этот сборник. Особенно если вы любите Дафна Дюмарье. Далеко не уходим от Дафны Дюмарье, моя кузина Рэйчел. Ой, сколько же эмоций у меня вызвал этот роман, вы просто представить себе не можете. Думаю, многие знакомы с сюжетом моей кузины Рэйчел, но я сейчас вкратце обобщенно расскажу для тех, кто еще не знаком. С самого начала писательница знакомит читателя с Эмбросом, главный герой, у которого есть двоюродный брат. Его зовут Филипп. Филипп очень маленький, он рано потерял родителей. И я надеюсь, я сейчас не буду врать, потому что давно читала и немножко подзабыла деталей. В любом случае, Эмброс его усыновил. Они жили вместе и были как сын и отец. И вот время идет. Филипп молодеет, расцветает, взрослеет, а Филипп наоборот стареет. И у него возникают некоторые проблемы со здоровьем, по-моему ревматит. И доктор советует ему не проводить зиму в их поместье в Корнуэле, где холодно, сыро и не очень-то благоприятно. Поэтому Эмброс собирает вещи и переезжает на некоторое время. Ну как переезжает? Просто уезжает перезимовать в Италию. Филипп его спокойно отпускает, но потом Эмброс остается там на подольше, и он встречает Рэйчел. Рэйчел это кузина Филиппа, и о ней ему рассказывает как раз-таки Эмброс в своих письмах. А вот дальше заворачивается очень интригующий сюжет, достаточно болезненный и загадочный. По одной простой причине, что насчет этой кузины Рэйчел есть двойственные, так сказать, представления у читателей. Кому-то она кажется очень-очень расчетливой интриганткой, а кому-то она покажется жертвой вот таких печальных обстоятельств. Что там будет происходить? Я, конечно же, не буду рассказывать и намекать, просто прочтите, это невероятно. Я осталась при мнении, что она все-таки расчетливая интригантка. Это прослеживалось мною с самого начала книги, по моим каким-то собственным убеждениям, и то, как я это все поняла в своей голове. Так что вот как-то так. Если вы читали мою кузину Рэйчел, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, только без спойлеров, как раз-таки какую сторону вы занимаете. Рэйчел интригантка или просто жертва обстоятельств? Все, больше я ничего не скажу, читайте. Рори Пауэр, Дики. С этой книгой я познакомилась и осталась немножко разочарована. Я поставила ей, по-моему, 3,5 из 5 или 3 из 5, просто потому что это недоготовленная сырая книга. Здесь рассказывается про школу-пансион для девочек, которая находится на отдельном острове под названием Ракстер. И это место закрыто на карантин по одной простой причине, вернее, я бы сказала, не простой причине, что на этом острове завелся, развивается очень страшный вирус, который прозвали ТОКС. Вот этот ТОКС поражает тела девочек, учениц. Они еще совсем молодые, ну там подростки, даже маленькие 10-11-летние девочки, они, к сожалению, претерпевают очень большие и страшные изменения в своих телах, потому что вирус мутирует с каждым днем, и у каждой девочки он проявляется по-разному. Кому-то она добавляет какие-то серебряные руки, когти и так далее, у кого-то она отнимает зрение, голос или что-то еще. В общем-то, странная штучка на самом деле, и ученые вне этого острова пытаются найти антидот противовирусное, чтобы вылечить девочек и не допустить распространения ТОКС на всю Землю. И у нас есть три главных героини, девочки, по-моему, 15 лет максимум, это Гетти, Байет и Рис. Они держатся друг за другом, помогают друг другу выживать, потому что по-другому это никак не назовешь, это не жизнь, это уж точно. Завязка безумно интересная, тема загадочного вируса, поиска лекарств, отдельного острова, это очень классно, я бы сказала чуть-чуть романтично, но это уже мои вкусы, конечно, и все бы ничего. Но это дебют автора, и ничего против дебютов не имею, в плане, что они бывают и потрясающими, но про это произведение я, так сказать, не могу. Какие конкретно претензии у меня лично к этому произведению? Непродуманный мир, не прописано четко, непонятно, откуда взялась эта ТОКС, даже не до конца было понятно, как она мутирует, что она делает с телами, почему это именно на этом острове, почему именно с этими девочками. Много, много вопросов и просто практически ни одного ответа. В принципе, можно, можно познакомиться, потому что сама задумка интересная, но очень сыро, прям очень сыро. Ну и плюс тут подростковые переживания, которые мне, если честно, уже вообще не интересны, мне до них фиолетово. Я не целевая аудитория диких, конечно, но все же иногда и взрослым людям очень интересно читать там про переживания 13-14-летних девочек, но, видимо, не мне или, видимо, не в этот раз. Я немного переживала за главных героев, но до какого-то определенного момента, потом мне становилось скучно, потом я хотела быстрее дочитать, потом вроде было нормально, то есть это не самое ужасное, что я читала. Тут единственная претензия — это то, что реально очень сыро, не проработано. В остальном вы можете взять, почитать, мне кажется, это, в принципе, хорошее произведение такое с натяжечкой, но то, что вы тут писали пронзительный роман, вызывающий тонную эмоций, не смотрите на этот отзыв на обложке, это неправда. Но отдельное спасибо хочу сказать Popcorn Books, которые потрясающе делают обложки. И не уходим далеко от не очень книг из этой категории «Тесс Герритсон. Ее призрак ночи». Вы знаете, что мое знакомство с Тесс Герритсон началось потрясающе, но продолжилось не очень. А все вот из-за этого произведения. Я его покупала в Москве в начале лета, и меня очень сильно заинтересовала аннотация, именно поэтому я купила эту книгу. У нас есть главная героиня, которую зовут Эйван, она переезжает из Бостона, бежит от какой-то своей проблемы и находит огромный, обалденный особняк, я бы сказала, замок на берегу моря. Очень романтично. Там она планирует дописать свою кулинарную книгу, попробовать новые рецепты и, в принципе, как я уже сказала, сбежать от прошлого. Этот дом на побережье оказывается домом капитана. Ему очень-очень много лет, и вот наша Эйва приезжает туда. Сначала еда у меня нравится, потом он ее как бы принимает, и она живет одна там. Довольно жутко. Особенно с тем учетом, что по ночам постоянно происходят какие-то шорохи, шаги, звуки, а далее и вовсе начинается какая-то дичь. И нет, я не преувеличиваю дичь, это верно подобранное слово для тех событий, что начнутся потом. И вот что меня безумно бесило в этой книге, так это постоянное упоминание о проблемах Эйвы в прошлом. Тесс Геррисон ведет какую-то невероятную интригу, которая таковой кажется только ей похожа, наделяя главную героиню постоянными раздумьями. Может быть, мне надо было так сделать, и это было так. Я преувеличиваю, конечно, но знаете, меня это так сильно бесило, это раз пять, наверное, в книге повторяется. Просто хотелось уже заорать, расскажи ты эту свою тайну. Я, кстати, не помню по итогу, что за тайна, и рассказала ли она ее вообще. Кстати, да, в этом доме погибли все женщины. Но не как бы не совсем все, но вроде все. Вы потом узнаете, о чем я говорю. Там есть один такой тонкий момент, и, собственно, на этом все. Эйва туда переезжает, начинает дописывать свою книгу. Очень много пьет красного вина, и не только вина. Вот это меня, кстати, еще очень сильно бесило. Ее вот этот алкоголизм, как-то он был слишком открыто, ярко выражен. И меня это так сильно бесило, потому что я не хотела про это читать, вообще ничего. А тут вот это она выпивает постоянно перед сном, чтобы уснуть, потом она пытается не пить и так далее. Но у меня остались только вот такие эмоции после этой книги. Я взяла данное произведение из-за того, что тут есть намек о призраках. Ну, не намек, а прямым текстом вроде как говорится. Что призрак тревожит уединение Эйвы, желая то ли погубить, то ли спасти ее. И мне так захотелось чего-то мистического. По итогу я получила раздражение. Там было мистическое, но помните про мое слово «дичь». Просто помните, если вы захотите ее прочитать. Можете, конечно, прочитать, но что точно я вам не советую делать, так это знакомиться с данной авторкой именно по этой книге. Вот и все. А вот с этой книги вы можете начать знакомство с Тесс Герритсон. Сад костей. Это произведение мне очень сильно понравилось. Вот, что не сказать про призрак ночи, но вот здесь пять из пяти. «Я плакала, плакала не один раз, мне было грустно, я очень долго отходила от этой книги». Здесь ведется повествование параллельно из настоящего и прошлого. Это очень прикольный прием, который, кстати, присущ Кейт Мортон, за что я ее очень сильно люблю. И здесь этот прием только скрашивает повествование. В начале книги нам рассказывается о главной героине, которую зовут Джулия. Она таких средних лет женщина, пережила развод только что, и покупает себе какой-то небольшой домик на какой-то очень странной небольшой территории, для того, чтобы начать все заново. Потому что поняла она, что жила не для себя и так далее, и вот начинает обустраивать этот свой домик. И когда возделывает красивый сад, ну как, просто там начинает что-то копать, высаживать цветочки, она натыкается на кости. И потом, как выясняется, по словам судмедэкспертизы, эти кости пролежали более двух столетий в земле. Вы представляете, какой старый дом и участок. Ах, да, в этом доме, еще, кстати, до вот этих найденных костей, умерла прошлая хозяйка в саду собственного дома. И вот Джулия начинает искать документы, поднимать архивы и смотреть, что же это за хозяйка там умерла, чьи это кости, и начинает в этом копаться. И она, благодаря этому всему, заглядывает в события, которые случились в начале 19 века в Бостоне. И вот, когда я начала знакомиться с событиями 1830 года, я поняла, что на самом-то деле в этой книге главная героиня не Джулия, далеко не Джулия, а Роза, которая как раз-таки жила в 19 веке. И там вокруг нее закручивали сильные такие истории. У нее умерла старшая сестра при родах, и это там описывается. Потому что Тесс Геррицан у нас врач, если кто не помнит. И на каких-то моментах мне становилось прямо дурно. Звали эту старшую сестру Арния. Она родила дочь. Дочь здоровая, живая, все хорошо. Назвали ее Маргарет. И вот Роза осталась одна в этом огромном, страшном и несправедливом, жутком мире. Вместе с Мэгги, с маленькой малышкой. Которой нужно молоко, тепло, уют. Чтобы все было чисто, чтобы было с кем поиграть. И безопасность, конечно же, безопасность. Ну и наша героиня Роза готова пойти очень на многое, чтобы это все обеспечить своей племяннице. Параллельно она знакомится с медиками-студентами. Там есть такой студент Норрис, который ей в чем-то помогает. И также выясняется, что в Бостоне завелся вест-эндский потрошитель. Который убивает людей, каких-то определенных людей. И вот эта атмосфера холода, безнадеги, мрака, тумана, сырости и нищеты. Это, если честно, очень сильно на меня давило, когда я читала эту книгу. И как приятно было вернуться в свою реальность, когда за окном лето, солнышко, я жива-здорова и я не голодаю. Основные события будут происходить именно в 19 веке. А вот эта линия с Джулией разведенной, это просто, чтобы вот как-то начать, наверное, эту историю. Не знаю, она особо там никакой роли не играет. И мне было вообще неинтересно и пофиг на эту Джулию. Расскажите мне, что там с Розой, что с Маргарет вообще, что там происходит. Кто этот потрошитель, как его ищут. Сколько же здесь несправедливости, а сколько здесь горя и боли. Я плакала два раза. Для меня это большой показатель. В конце я просто сидела разбитая, меня не могли поднять с кровати по определенным обстоятельствам, которые произошли в этом произведении. Присмотритесь, пожалуйста. Это реально очень хорошее произведение. Плюс ко всему сейчас осень. И вот такая жуткая, мрачная, туманная атмосфера вот примерно на сентябрь-октябрь будет идеально. Ну и мы на финишной прямой. У нас осталась последняя книга, которую я прочитала вот-вот недавно. Владимир Набоков «Лолита». Стоит ли рассказывать сюжет? Я думаю, не стоит. Я думаю, все абсолютно все знакомы. А повторять я не хочу. Я лучше подольше расскажу вам про свои эмоции. У меня тут куча закладочек. Прям куча. Я разбирала, по крайней мере, первую половину книги на запчасти. Вот прям по составным частям. Где-то я подчеркивала очень много. Где-то я приклеивала бумажки. Кстати, с этой книгой я снимала новый формат, который называется «Неделя со мной». Посмотрите, обязательно я оставлю здесь ссылочку. И там я тоже, кстати, несколько своих эмоций рассказывала. Ну так, поверхность. Здесь я хочу поговорить как-то серьезнее и глубже. Я немного вдохновилась «Лолитой» ее образом и поэтому захотела стать рыженькой. Но это отчасти. Вот. Это у меня рука решила сломаться. Погоди, еще не время. Когда я читала это произведение, у меня сначала было непонимание. В плане было трудно читать слог Набокова. Он специфический. Многие о нем знают. И тут вот, мне кажется, два варианта. Либо ты читаешь Набокова, ты понимаешь его и кайфуешь. Либо ты как-то извращаешь его посылы, не особо понимаешь, что хочет донести автор. И трудно читаешь, вникаешь в его писанину, в язык. Так вот, я отношусь к первым людям, к первому варианту событий. Слог потрясающий. Ну как же он вкусно, сладко пишет. Набокова, мне кажется, нужно читать не для того, чтобы какую-то мораль вынести из книги. Не для того, чтобы там чему-то научиться из этой книги. Нет. Его нужно читать ради описаний, ради того, как рассказывает Набоков о той или иной вещи. Он настолько тонко чувствует ауру любого предмета, его цвет, его энергетику. А как это еще передать? Я не знаю, по-другому это просто не скажешь. Читая этот шедевр, я не испытывала ни злости, ни отвращения, ни тошноты, ни омерзения. Ничего такого. Вы можете сказать, что я как Гумберт, мне будет все равно, вот реально все равно. Его поступки, вот это вот все, конечно, ужасно. Я это не одобряю. В жизни это просто, это очень страшные вещи, максимально страшные вещи, которые рушат жизни. Вот так это, наверное. Но я совершенно спокойно воспринимала это произведение. Я читала каждое предложение и не могла напиться этим слогом. А то, что там происходило, как Набоков описывает Немфеток, как он описывает вот эту сладко-розоватую ауру от Лолиты, это просто надо, я не знаю, огромнейший талант. И еще некоторые люди после того, как прочитают Лолиту, ищут Гумберта в прохожих. А я наоборот, я искала Немфеток. Мне было очень интересно понять, реально что ли такие дети существуют, потому что я себя к ним 100% не причисляю, вспоминая свое детство, смотря свои фотографии. Далеко не Немфетка, вот понимаете, просто далеко. Я поняла истинный посыл этого произведения, это то, что красота не вечна. Красота уходит, как и молодость, и вот этот немфеточный период и так далее. А у главного героя Гумберта Гумберта есть серьезные психологические и психические расстройства. Я не психолог, сейчас не буду браться называть какие-то диагнозы, вот просто как чувствую. Видимо, это детская травма, которая тоже, кстати, описывается в этой книге в самом начале. И потом она вот так вот переложилась на его взрослость, а может быть это не травма, может быть это гены и так далее. Утверждать наверняка я точно не буду, но то, что что-то с ним определенно не так, это мы все прекрасно понимаем. Но помимо этого, он безумный романтик. И как раз-таки он, увидев Лолиту, увидев в ней вот эту красоту, вот эту молодость, вот эту бархатность, и не знаю, как это еще описать, он захотел как можно больше этот момент запечатлеть, потому что очень много рефлексии после всех событий, рассказывается, приводится в книге, именно рефлексии Гумберта, когда он говорил о том, что Лолита-то вырастет, она же не будет вечно 13-летней девочкой-немфеткой, потом ей будет 14, 15, 16 и так далее. Она постареет, повзрослеет, постареет, и он пытается в своей голове этот образ Лолиты 13-летней запечатлеть. Тут как раз-таки и есть не то чтобы мораль, но просто суть и смысл того, что красота уходит, молодость уходит, мы все растем, мы все меняемся, вот что самое главное, мы меняемся. Неважно в какую сторону, лучшую, худшую, но все претерпевает в нашей жизни изменения. И эти изменения каждому в жизни даются по-разному. Кто-то их переживает как интерес, если так можно выразиться, кто-то очень сильно страдает по этому поводу и так далее. Ну вот так я для себя поняла эту книгу. И атмосфера здесь, конечно, вообще отдельная песня. Я посмотрела один фильм по Лолите, который снят 1997 года, ну, который самый новейший, есть у Кубрика, по-моему, 60-х годов, а есть вот 90-х, не помню режиссера, но вот который фильм я смотрела 1997 года, мне кажется, там Лолита идеальная, вот просто идеальная, и Гумберт идеальный. Они настолько прекрасно вписываются в эту картину, в это представление, лично мое представление, что просто вау. Я некоторые моменты пересматривала, после фильма я еще смотрела какие-то лекции, буквально парочку, читала какие-то статьи, и еще потом в будущем хочу тоже почитать, разобрать это произведение и перечитать. Точно буду перечитывать. Понравилось, ставлю 6 из 5, это было прекрасно. Вы только представьте, это ж насколько нужно быть талантливым, сколько нужно сил и труда вложить в то, чтобы вот написать такую книгу. Набоков изучал дела маньяков, вот этих вот всех людей с какими-то отклонениями и так далее. И как надо было точно это отразить в Лолите, это же просто талант. Талантливейший писатель, гениальный наблюдатель. Я думаю, вот так можно назвать Набокова. Ну а все те, кто считает, что это просто пошлая книга, что Набоков сам, извиняюсь, дико педофил, мне вас жаль, правда, потому что это прекрасное произведение. Вот как-то так, вот такое прочитанное на такой классной сладкой ноте мы закончим. Я довольна прочитанным за это лето. Больше было прекрасных книг, чем каких-то не очень. Очень сильно все мне скрасили как раз-таки Лолита, Сад костей и Моя кузина Рэйчел. Вот эти три произведения мне понравились больше всего за это лето. И на этом все. Большое спасибо, что уделили мне время. Я надеюсь, вам очень понравилось. Делитесь своими прочитанными книгами за это лето или своими эмоциями от книг, которые я рассказала. Также не забывайте подписываться на мой канал, оставлять лайки, а также подписываться на мой Телеграм. Я ссылочку оставлю внизу в описании. Там я в последнее время чаще всего сижу. Надеюсь, мы с вами увидимся очень скоро. Мой штатив не пострадает при транспортировке, и все будет хорошо. И еще раз большое спасибо за просмотр, и до встречи в новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok